Так, сегодня 22 декабря, а 2 декабря на портале WC.ru, это бывший Цукерберг, позвонит, по-моему, огромный ресурс, огромное издание с огромными возможностями, и там вышла статья вот 20 дней назад о том, как белорусский разработчик вернулся из Канады, прожив там 3 года. И я вот 20 дней боролся с желанием просто похвастаться, тупо похвастаться нашим ресурсом. Смотрите, статья, как я уже сказал, это огромное издание с огромными возможностями, с огромной аудиторией, ну, наш канал и рядом не стоял. И вот интервью с этим белорусом, который вернулся из Канады, сознательно, не волей случая, а сознательно вернулся. И вот сама тема, почему ты решил вернуться домой, 1, 2, 3 абзаца. И, честно говоря, как один блогер говорит, взагали по-загалям. То есть, ну, для русскоязычных это всего обо всем, как бы, ну, очень в общем. И наш скромный канал, который по уровню ресурсов подписчиков, просмотров рядом не стоял. И вот у нас полтора часа, тоже, ну, ирония судьбы такая, тоже белорус, полтора часа рассказывает в сотни, а может и в тысячи раз больше информации. Да, много субъективного, но и, я считаю, очень много объективного о том, почему он не выбрал Канаду даже, при том, что он там не жил тревога, но он всего лишь поехал на неделю там порешать какие-то свои документальные вопросы. Об этом подробно в роликах. Ну, одним словом, ребята, я просто хотел порадоваться и похвастаться вот нашим, уровнем нашей работы. Вот огромное издание и с громким заголовком, да, и 3 абзаца, и у нас полтора часа, я считаю, очень интересной и полезной информацией. Вот, вот, хотел похвастаться, и если я, как бы, что-то преувеличиваю наши возможности, наши, как бы, мою работу, ну, можете написать об этом в комментариях. Ну, конечно, в корректной форме, чтобы я не обижался. Вот, ну, вот, вот, всем хорошего дня и, вот, ну, можете написать все, что вы об этом думаете в комментариях.